Дополнительные средства Какая ситуация? Мы ведь с вами начинали новый 2020 год, ну не с чистого листа, что вот у нас все. У нас система здравоохранения была сформирована и функционировала. Она была весьма напряженно, загружена, работала тоже непросто. Но тут к нам дополнительно ничего не поменялось. Сколько примерно людей было, у которых заболевания сердечно-сосудистой системы, онкозаболевания и масса других нозологий. К ним же дополнительно добавились те люди, которые заболевают коронавирусом. Потому что это доселе неизвестная работа. До этого в Алтайском крае единой инфекции не было же ведь. Она же была, вся инфекционная служба, ну по учреждениям прикреплена и там, и там находится. И от какого-то общего там, скажем, единого такого центра, госпиталя и так далее. Этого не было. А потребовалось создавать тысячи мест, раньше число которых было ноль. Сегодня почти 7800 человек. Это те, которые в зоне нашего наблюдения, в зоне нашего учета находятся либо в ковидных госпиталях, либо дома под наблюдением врачей, при сопровождении врачей и так далее. Вот мы имеем на сегодняшний день такую картинку. Однако, понимая, что сегодня полной ясности мы не имеем, потому что все, кто заболел сегодня, у нас не получают направления на тестирование, на анализ. Некоторые люди не доходят до врачей, не могут дозвониться, мы уже тут подробно разбирали этот вопрос и продолжаем разбираться, не могут дозвониться, скорую вызвать, сами попасть к врачу и так далее. Есть наше осторожное предположение, что таких людей в более или менее легкой форме, ну в разной форме, но в основном, конечно, это такая легкая средняя форма, которые лечатся на сегодняшний день дома и в нашем учете их здесь нет. Обычно для Алтайского края средние многолетние наблюдения показывают, что в неделю примерно 220-240 случаев небольничной пневмонии – это норма для Алтайского края. Летом мы вышли на цифры около 700 в неделю, около 700 небольничных пневмоний. Последние полтора примерно месяца, как пошла вот эта вот вторая волна подъема, полторы тысячи в неделю. Последние недели у нас полторы тысячи пневмоний небольничных фиксируются в неделю. Это в семь раз больше, чем привычные, обычные объемы, которые были до 19-го, 18-го и прочие годы. Ну вот вчерашний день здесь, в Барнауле, вызовов скорой помощи 2100 вызовов. Обычная история – около 800. Обычное положение дел – около 800. Примерно в два с половиной раза мы сегодня просто имеем обращаемость, просьбы людей приехать, посмотреть, что-то уколоть, дать анализы куда-то направить, куда-то отвезти и так далее. Работает, вы знаете, тоже хорошо, работает, скорая помощь работает тоже с большим перегрузом. Иногда просто с ним не справляется. В этой ситуации, конечно, обиднее, но тут мы про это уже рассказывали, конечно, обидно, когда люди скорую зовут, а показания, по которым скорая приезжает, причем приезжает в очередном порядке, а показания эти накручиваются и потом по факту не подтверждаются. Пятая горбольница у нас сегодня – это центральный госпиталь, там у нас 500 мест на сегодняшний день, почти все они заполнены, там очень тяжелые случаи, там люди работают на износ, по 30 дней смена, а некоторые и на вторую остаются и так дальше, и не уходят, перешли через дорогу в санаторий, там поспали, поночевали, вернулись на работу, одели все эти костюмы защитные, еще 6 часов и так далее, и так далее. Поэтому такая ситуация есть. Кто-то недополучил деньги, ну давайте разберемся, кто недополучил деньги. Ну вы же понимаете, если я туда пришел, меня же, наверное, бы за группки, наверное, там потрясли, что нам денег не дают. Ну что-то никто не задал вопрос. Ну вот вроде как кто-то там из, какая-то медсестра, которая пожелала остаться неназванной, сказала, что вроде деньги они не получили в этом месяце. Ну разберемся. Все свои деньги получат в полном объеме. И получали все месяцы в полном объеме. Ну это моя работа, знать немножко больше. Но потому что информация из разных источников собирается для руководства, это естественное дело. Но Минздрав мне не врет. Вот давайте по протестированию скажем несколько слов. Ну примерно две с половиной, три с половиной тысячи тестов в день мы делали в течение всего лета. Сейчас в силу того, что обращаемость высока, врачи дают направление, есть клиническая картина, надо проверяться. Идет процесс выписывания, выздоровления людям, которые уже там инкубационный период прошел, которые лечение уже прошли, чувствуют себя хорошо. Надо сделать тесты заключительные, тоже их проверяют и так далее. Уже на сегодняшний день мы вышли примерно на 5300 вчера было, 5200 было позавчера, тестов в сутки. Но это почти что наш предел. Очевидно, что если сегодня система здравоохранения края осталась бы в таком состоянии, как 10 лет назад, я бы даже не знаю, что сейчас происходило у нас на дворе. Понимаете? Не было готовности, надо сказать, что не у той системы, не у той системы, которая потом прошла оптимизацию, модернизацию, улучшение, усиление, появление новых совершенно там и видов оборудования, и схем лечения, и специалистов, и учреждений, между прочим, у нас в крае. Значит, ни у той, ни у другой системы готовности к такой всемирной пандемии не было. И мы стали шаг за шагом аккуратно выстраивать всю систему оказания помощи людям, которые оказались заражены или заболели. С главной задачей минимизировать количество смертей, минимизировать количество невосполнимого ущерба здоровью людям. Весной, когда все началось, ну кто знал, что это за зверь такой? Ну с чем эту штуковину едят? Как она сейчас будет распространяться? Значит, мы же не имели ни коек специализированных, ну то есть ни коек специальных, не обеспеченных кислородом. Значит, аппараты искусственной вентиляции легкие распределены по всему краю, работают для других целей. Лекарств никаких нет, разговора про вакцину еще вообще нет. Вопрос, как он передается, можно ли заболеть второй раз, останется ли на поверхности вирус и так далее. Все это было внове, все это было непонятно, неизвестно. Все, естественно, напряглись. Поэтому то, что вначале мы, значит, все очень сильно зажались для того, чтобы не дать начаться какой-то волне или даже вспышкам отдельным, это очень большую подспорь нам дало. Мы за это время успели, повторюсь еще раз, с ноля выстроить ту систему, по крайней мере, которая сегодня есть. Я так с удивлением вчера первые полные дня посвятил изучению дел в конкретных поликлиниках. Значит, то есть там, где у нас 14-я, 9-я, 1-я, там, где очень большие за предыдущие недели были нарекания. Я сам видел эти очереди, эти скандальные, напряженные очень состояния, эти переполненные регистратуры, когда из трех окошек работает одно и так дальше. Я поехал там на месте поговорить с руководителями, главными врачами, с ночмедами, с людьми, которые там сидят на приеме и так далее, и так далее. Почему-то сложилось впечатление, что я поехал фотографировать очереди. Но я же не фотограф очередей. Я не собирался ехать смотреть какие-то очереди, которые якобы кто-то куда-то спрятал. Я поехал посмотреть, как это вообще работает, где они размещены, что происходит на регистратуре. Ну, хорошо, я приехал, там не было в 14-й очереди, я приехал в полдесятого. Понятное дело, что в полвосьмого там подошли люди, пока она еще закрыта, и стояли на улице для того, чтобы туда войти. Понятное дело, что потом в течение дня люди могли подтянуться и так дальше. Но у меня не было просто такой задачи. Устраивать какое-то шоу из подхода к очереди, и что я с ней буду делать? Приму всех, что ли? Ну, нет, конечно же. Поэтому какая-то странная была постановка. Мне важно было понять, есть ли у руководителей учреждений понимание, что происходит, какая их оценка ситуации. Кстати говоря, оценка ситуации такова, что особенно руководители, которые давно в системе работают, говорят, что за их историю такой остроты еще не было никогда. А те корпуса, где ведется прием, ну уж как так спроектировали? Ну это же мы же и спроектировали, имея в виду мы же жители Алтайского края, только в другие времена. Ширина коридора вот такая, в поликлинике, на первом этаже жилого дома. И так повсеместно, ну не повсеместно, но очень много где. Не пройдешь, чтобы кого-то не зацепить. Все сидят с температурой, с давлением, в масках тем более, не проветривается ничего. Отсюда зашел, там вышел подъезд жилого дома. Как это так? Ну, систему надо решать, конечно. Решение там по строительству новых поликлиник, объектов есть, но 14-е меня просто сильно потрясло. Но мы должны понять, что нас 2 миллиона 300 тысяч человек. Переболело вам 15 тысяч только. А какой кипиш? А если это будет цифра 150 тысяч? А она будет, если мы будем ходить и делать вид, что ничего не происходит. Поэтому немножко собраться. Собственно, наши призывы к этому все. Редактор субтитров А.Семкин